Основной страх начинающего винодела, то, чем его чаще всего пугает, это то, что вино получится кислым. Сегодня мы с вами поговорим о том, как перестать бояться кислого вина и о том, как работать с кислотой, как избавиться от избыточной кислотности и получить не кислое, а вкусное и классное вино. Интересно, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем канале, просвещенном виноградарству. И виноделю зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С вами все это понятно и доступно. Почему мы вообще боимся кислоты в вине? Кто вообще придумал этот миф, что сухое вино кислое? Сухое вино не сладкое. Да, оно может иметь большую или меньшую степень кислотности. И да, некоторые сухие вина действительно могут быть кислыми. Но далеко не все, а скорее небольшая их часть. Более того, вы должны понимать, что кислота это основа винного вкуса. Не будет кислоты, вино будет никакое, оно будет безжизненное, оно будет плоское, оно будет неприятное. Но, конечно же, всего должно быть в меру. И сегодня мы с вами поговорим о том, как избавиться от излишней кислоты, чтобы вот она нам не мешала. Буквально через минутку я уже начну называть конкретные методы, но прежде мы должны понимать, что в вине есть два типа кислот. Конечно, их там несколько, но две основных. Первая это кислота яблочная. Это вот та кислота, которая у нас жжет на языке, которая жжет на губах, когда ее избыточное количество. И кислота винная. Вот вину в основном нужна винная кислота, а в яблочной мы в основном стараемся избавиться. И яблочной кислоты будет достаточно много в недозревшей ягоде. Чем лучше ягода созреет, тем яблочной кислоты будет меньше. И, собственно говоря, от этого всего вытекает самый первый способ, как получить некислое вино. Использовать спелую ягоду. Казалось бы, все понятно, и все лежит на поверхности. Но, к сожалению, почему-то для многих начинающих виноделов этот пункт очень сложный. Мы поговорим о нем в конце более подробно, потому что сейчас вы же ждете от меня лошадных способов. Поэтому мы сразу переходим к способу номер два. Способ номер два – это нагревание ягоды при температуре 40-45 градусов в течение суток двое. Есть подробный ролик об этом способе. Я этот метод испробовала. Этот метод реально классный, реально работает. Что в этот момент происходит? Вот эта самая яблочная кислота путем определенных химических реакций превращается в сахар. И таким образом мы снижаем кислоту и повышаем сахаристость. За сутки-двое реально можно повысить сахар от 2 до 4%. Это достаточно много. При этом еще как бы происходит дозревание ягоды. Повторю еще раз. Подробный ролик есть. Ссылку я вам оставлю. Как это все реализовать в домашних условиях. Здесь вопрос вашей фантазии. Я когда-то использовала баню, парилку. Можно использовать различные инфракрасные коврики, грелки. Вариантов может быть много. Как говорится, было бы желание. А уже дальше дело вашей фантазии. Следующий способ это карбоническая мацерация. Что это такое? Это брожение ягоды без участия дрожжей. Целые ягоды мы складываем в какую-то емкость. И в среде углекислого газа происходит внутриклеточное брожение. При этом вот эта яблочная кислота превращается на кремовый спирт. И таким образом мы опять же убиваем двух зайцев. С одной стороны мы получаем более спиртозное вино, но выходим. А часто мы для чего досыпаем сахар там, чтобы получить больше спирта. И при этом избавляемся от кислоты. Опять же, как реализовать, как все это сделать, есть подробный ролик. Все это можно посмотреть. При этом, прежде чем мы приступим к третьему способу, вы можете использовать первых два одновременно. Сначала немножко подогреть, да? А потом еще вот таким образом сбродить. Представляете, насколько уже вы уменьшите вот эту самую яблочную кислоту? Но на этом мы не останавливаемся. Но мы переходим к следующему способу. Следующий способ это использование специальных микроорганизмов. А сейчас огромнейший выбор, вот сфера продаж товаров, сопутствующих к ним на деле, развита очень сильно. И в принципе, ну, наверное, практически в любую точку можно заказать с доставкой те или иные культуры, которые потребляют вот эту самую избыточную кислоту, вот эту яблочную кислоту, от которой нам нужно избавиться. Поэтому, если вы считаете, что ваше вино будет кислым, то вполне это можно использовать. Повторю, еще раз, это доступно. Следующий способ. Четвертый. Это набраться терпения. Я все время рассказываю, что вино это вообще уникальнейший продукт. И все этапы, все, что нужно, чтобы получить на выходе, классный результат уже в нем запрограммирован. И наша задача набраться терпения и не мешать. После того, как у нас заканчивается спиртовое брожение, иногда немножко эти события происходят вместе, но вам не надо забивать этим голову, начинается брожение яблочное молочное. Что происходит в это время? Микроорганизмы, бактерии, уже не дрожжи, вот эту яблочную кислоту, которая нам мешает, перерабатывают в более мягкую молочь. Вино округляется, смягчается, становится более приятным. Но для этого нужна температура около 20 градусов. Если вы, например, вот у вас вино только одобротило, вы его сразу сняли с осадка и поставили в холодный подвал, то возможно, что у вас это яблочное молочное брожение просто не случится. И кислота не уменьшится. Поэтому не спешите. Брожение закончилось. Оставляем бутыли при комнатной температуре. В идеале ставим затвор, который по типу сообщающихся сосудов. А тогда вы будете видеть это брожение. Чуть-чуть будут уровни отличаться. Все, даем время. Кислота уменьшается. Следующий, пятый этап. Повторю еще раз, введение все предусмотрено. И на пути его развития есть такой этап, как выпадение винного камня. Избыточная уже на этот раз винная кислота связывается с салоном и калием. Ну, это тоже вам не надо голову забивать. И выпадает в осадок. Для того, чтобы это событие произошло быстрее, желательно низкие температуры. До минус четырех. Если ниже, уже вино начнет замерзать. Это плохо. А так, холод примерно в течение недели-десяти дней дает нам выпадение вот этого самого винного камня. То есть, сначала мы даем совершиться яблочным, молочным брожением. Не спешим и держим бутылей в 20 градусах. Потом перемещаем по возможности в холод. Как правило, это зима. И нам нет проблем переставить наше вино в какое-то прохладное помещение. У кого в городе, например, застекленные балконы, лоджии, тоже вполне сгодится. Но единственное, если на улице сильный мороз, то следите, чтобы вино не перемерзло. Это важно. Итого, получается у нас уже достаточно неплохой набор инструментов. Мы можем, конечно, делать первые манипуляции, можем не делать. Мы можем всего лишь набраться терпения, дать возможность пройти яблочным и молочным брожением, выпадение винного камня. И если в этот момент, к весне примерно, мы понимаем, что нам все-таки кисло. Нам все-таки неприятно пить это вино. Что делать? Есть специальные раскислители. Опять же, в специализированных магазинах. Покупаем, по инструкции добавляем. Единственное, очень важный момент, не добавлять ко всему объему. Потому что можно слишком сильно убрать эту кислоту и испортить вино. Поэтому добавляем к части объема. Пробуем. Если все нас устраивает, результат устраивает. Замечательно. Тогда применяем ко всему объему. Либо можно, например, условно, там было у нас 10 литров, разлили по 5, в пятерку добавили, добавили слишком много, там получилось не очень, смешали в нужных пропорциях, попробовали все. Вот нас так устраивает замечательно. На этом останавливаемся. Но очень важно набраться терпения. И поймите, венедельный процесс не быстрый. Никто из нас не ест недожаренное мясо. Да, никто из нас не ест, вот если мясо надо посолить, да, там подсушить его определенным образом, то мы ждем, пока оно подсохнет. Мы его не едим сырым. Мы не едим булки полувыпеченные. Или на стадии теста. Мы ждем, пока они полностью приготовятся. Точно так же и с вином. Потому что самое важное, набраться терпения. Но еще все способы не закончились. Еще один способ, достаточно простой, если есть такая возможность, это изначально разбавление сусла каким-то менее кислым соком. Конечно же, если есть такая возможность. Но на этом наши способы не закончились. Есть еще несколько. Но, конечно, там должны быть возможности. Итак, способ номер следующий, это разбавление изначально кислого сусла менее кислым соком. Ну, конечно, для этого у нас должно быть несколько сортов и нам надо иметь тот самый не не кислый сок но если у нас есть замечательно и отсюда же вытекает способ следующий да это иметь в арсенале несколько сортов разных и иметь сорта не кислые таким образом мы можем смешивать их как художник краски и получает нужный нам результат и в принципе очень важно подобрать правильный сорт для вашего региона есть сорта которые поздно сбрасывают кислоту которые сильно накапливают кислоту эти сорта наиболее подходят для южных регионов потому что повторюсь еще раз кислота именно очень важно если виноград полностью теряет кислоту то плохо такое вино подвержено заболеваниям из него тяжело из такого сырья делать вино и хорошего результата может не быть поэтому для южных регионов классно если большая кислота но использовать южную ягоду с большой кислотой в северном регионе простите это мазохизм поэтому подбирайте сорта правильно это с чего я начала использование спелой ягоды если у нас ягода спелая то нам практически ничего не нужно делать просто пройтись по нужным этапам и все мы отдыхаем вино и сделать себя саму известная поговорка вино рождается на винограднике поэтому важных наверное самых это два момента использование спелой ягоды и правильный подбор сортов я это повторяю повторяю буду повторять и часто комментарий а у нас больше ничего не растет а вы пробовали что то еще выращивать вы хотите посадить вот южное растение на на севере тыкнуть землю чтобы она вам давала хороший результат нет так не бывает даже в южных регионах сейчас вставлю сюда картинку моя любимая картинка вот это канарские острова посмотрите до горизонта у каждого куста сделан при стенок и это коммерческие поля это промышленные поля представляются затраты они это понимают они хотят производить качественный хороший продукт вы делаете для себя почему для себя не сделать качественный хороший продукт посадить хорош сорт сделать ему при стенах немножко о нем позаботиться и получить классный результат они годами работать зеленые ягоды сыпать тонны сахара или тонны воды и получать какой-то напиток если можно вместо какого-то получить классное не кислое вкусное и приятное вино которым вы будете наслаждаться конечно выбор всегда за вами на сейчас возможность подобрать сорта практически под все регионы возможностей позаботиться о них немножечко достаточно много но если вдруг какой-то год у нас что-то пошло не тогда у нас не очень хорошая погода либо вы купили виноград и он оказался не очень зрелым как с ним работать я вам сказала конечно у вас всегда есть выбор вы можете просто удалить воды и сахара да но такой получите результат особенно если вы работаете с покупным виноградом если вы уже потратили на него деньги то есть смысл сделать хорошо хотя конечно выбирать вам надеюсь ролик был вам полезен большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео в описании нажав кнопку еще я вам оставляю ссылки на другие полезные видео ссылку на каталог наших сортов виноград и наши контакты до новых встреч